Все работы, хотя и относятся к разным годам, написаны во время каникул или летних отпусков в путешествиях по стране. Здесь впечатления, привезенные из усадьбы Кускова в Подмосковье, бывшего имения графа в Шереметьевых, и из Павловска с его знаменитым дворцом и парком. Соловки с белыми ночами и крепостные стены монастыря на полотнах не подвластны влиянию ни времени, ни людей. Экспозиция летняя, тема лета, и сама выставка называется «Лето – это маленькая жизнь», потому что действительно, наверное, художники проживают эту летнюю жизнь по-особенному. У нас много пленеров на это время намечается, и если мы куда-то попадаем в какое-то место, в какой-то город, мы обязательно берем с собой тюдник. Одна из самых ярких поездок этого лета по признанию художницы – путешествие в Самару. Участники-художники из Москвы и Рязани писали на улицах удивительного города русского Модерна и в селе Ширяево, где Илья Репин подсмотрел сюжет для картины «Бурлаки на Волге». Елена Фролова оставила свои полотна самарцам в подарок. Для себя художница привезла фотографии и незабываемые впечатления. Запоминаешь этот момент, навсегда остается в твоей душе. Ты помнишь, какая погода была и какие, может, комары, как солнце светило и сколько дней ты писал. Завершилось лето пленером в Рязани, который члены Союза художников России устроили на улице Щедрина. Писали старинную усадьбу Попова. Елена Фролова стала первой, кто представил результат на персональной выставке. Домик на улице Щедрина – это усадьба Попова, брата того самого Попова, который изобрел радио. И вот эта усадьба состоит из трех домов. И каждая из них, по-моему, это шедевр деревянного зодчества. Но они находятся в плачевном состоянии. Мы хотели бы запечатлеть уходящую красоту. Экспозиция «Лето. Это маленькая жизнь» будет размещаться до конца октября по адресу улицы Есенина, дом 82. Марина Кобисарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».